Доброе утро! Такое, наверное, ощущение, что я в какой-то больнице, но нет, я нахожусь в Лос-Анджелесе, в съёмной квартире, но это больше похоже на общежитие, такое, что мы сейчас завтракаем, сейчас 9 утра по местному времени. У меня на завтрак гранола, и это была большая проблема найти гранолу с минимальным количеством сахара. Вот это то, что мне пока удалось найти. Итак, здесь у меня кофе, и буду я добавлять молоко, сделанное из миндаля. Я очень люблю такое молоко, оно вкусное, оно не сладкое. Вот, а здесь у меня находится тортик из вкусвилла, который я трепетно привезла из Москвы. Ну и витамины за завтраком. А вот там моя нога. Ну что, мне приятного аппетита. Я не очень люблю разбавлять ни гранолу, ни какие-то хлопья молоком, йогуртом, кефиром. Я больше люблю погрызть. Так у меня есть какое-то ощущение того, что это словно какие-то печенья, и мне так вкусно. Ням-ням-ням-ням. Я сижу в машине, мы едем по Галибу-бульвар. В эту сторону мы еще ни разу не ездили. Сегодня мы едем в Малибу. Мы идем на Малибу-пирс. Все фотографируются, радуются. И я тоже. Мы не стали парковаться на общей парковке. Во-первых, потому что гигантская очередь. Во-вторых, потому что там оплата наличными. А у нас наличных всего 50 долларов. Уже 5000 есть. Ну да. И в-третьих, потому что это можно как-то предотвратить. Припарковавшись в каком-то другом месте, мы припарковались возле Макдональдса. Возможно, когда я выложу этот влог. А будет уже не жара, но клево. Итак, тут идет усиленная борьба за улов. Еее! Рыбка! Супер! Супер! Круто! Вот мы уже отдаляемся от пирса. Идем вдоль по пляжу. По мокрому песку. И не прошло даже часа. Мы решили поехать в совершенно другой пляж. Впечатление такое, что Малибу – это раскрученный бренд. Мы дошли до машины, наконец-то. И здесь можно находиться долго, потому что здесь есть кондиционер. Видимо, у нас было чувство вины. Мы купили в Макдональдсе еду. Я не купила какой-то бургер. Я купила... О, они его плохо закрыли. Молодцы, ребята. Я купила салат. Очень большой салат. О! И мне кажется, что он не так уж плов. Ммм! О, мой нос! Чертенький, вкусный, вкусный. Ммм! У меня приятного аппетита. И встретимся с вами. Он острый! Ммм! Это правка. Встретимся с вами. Встретимся с вами чуть позже. Мы поедем сейчас на более красивый пляж, который рекомендует путеводителя... Николай Мишленов. Да. Сейчас мы наблюдаем, как происходит авария на густом месте. Просто кто-то не умеет двигаться. Аааа! Пока! Прыщики! И действительно, путеводители не врут. Здесь привлекательно. Здесь мало людей. Такая дорожка. Красиво, да? Красиво, да? Красиво, да? А, я хочу спуститься вниз, посмотреть, как это все красиво. Ну, это уже что-то интереснее. Довольно резкая идет тут лестница с узкими ступеньками высокими. Я всегда осторожничаю в таких местах. Слезли, наконец-то мы... О, я не записываю. Записываю! Мы ездили, ездили, ездили. Наконец-то мы приехали. Будем сейчас купаться. Еее! Едили. Я снимаю, на. Ну, Илья! А что, Илья? Я снимаю. Русские увидели впервые океан. Давай еще, бегай, бегай. Вот я и сниму. Загорали, накупались. Я никак не могу восстановить свой кислотно-щелочной баланс и терморегуляцию. И мы зашли в магазин. О, какие красивые цветы! Это винтажный магазин органических продуктов. Ребята взяли в этом деревенском винтажном магазине деревенскую винтажную еду. Я надеюсь, она свежая, а не винтажная. Это очень интересное место. Я сижу возле помойки. Приятного аппетита! И мне очень нравится, что здесь все выполнено из старых досок таких больших. И это действительно все в деревенском стиле. О, е! Мне принесли выпивку! Супер! А мы можем так в открытую пить? Мы же в Америке, друзья. Я думаю, мы сейчас это узнаем. Я думаю, что здесь можно. А завтра приезжают наши дорогие однокурсники. Но мы, к сожалению, не можем их дождаться. Сейчас появится КГБ Петрушка. За здоровье! Мы остановились в долг дороги по тормозам и хотели проводить солнышко. Закат. Спокойной ночи, ребята. Встретимся с вами совсем скоро. Пока! Всем привет! Наконец-то мы выезжаем из нашего общежития и следуем дальше. Сегодня мы переезжаем в более просторное жилище. А пока у нас есть время для заселения, чтобы насладиться славным городом. Славным городом Лос-Анджелесом. Идем на паркинг. Итак, мы решили заехать на фермерский рынок. Типичная американская машина. Это не совсем рынок. Это больше похоже на outlet. Белая дача. Потому что здесь магазины европейские и все. И периодически встречаются такие палатки с медом, с поделками из бересты. Ну, может, мы куда-то не туда идем просто. Среди магазинов мы нашли настоящий рынок, который выглядит вот так. В основном это какие-то едальни. Все с какими-то надписями, с тем, что находится внутри. Здорово. С креветочками совсем на свете. С курочкой, с сыром. Так. На этом фермерском рынке такая ситуация. Парковка стоит 30 долларов. Но если вы что-либо покупаете, парковка для вас бесплатна. Если вы не находитесь здесь более полутора часов. Итак, я хочу взять вот эти гигантские, настоящие, органические персики. Хочу взять манго и клубнику. Так, ну что, давай набирать. Вот этот вот, мне кажется, спелый. Я не разбираюсь, но, наверное, вот этот спелый. А вдруг он вкусный? Давай два возьму. Вдруг мы отравимся. Значит, три манго, три персика и две сливы мы заплатили 17 долларов. И это позволит нам бесплатно припарковаться. Смотрите, какие прикольные здесь штуки продают. Что это? Я не знаю. Какие-то гигантские штучки. Ужасно. То есть ты ешь конфету, а внутри яблоко? Да. Все тот же день. Буквально через полчаса после фермерского рынка мы находимся в баре Рейнбоу. Культовое место всех музыкантов мира. Сюда приезжают и сюда приезжают в надежде встретить кого-то из. Здесь все стены обвешаны музыкантами. А вот Ози. Какие-то автоматы. Рыбки. Сейчас пойду схожу на культовое место. Вот здесь находится памятник. Леми. И все здесь, как видите, брендировано под Моторхед. Они сделали из этого целую историю. Только потому, что солист здесь проводил каждый свой день. Каждый день. Он приходил сюда и пил, 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 пил. Даже удивительно, что он так долго прожил. Спил о рыбке. Настоящие за всегда края баров. Мы заказали диетическую колу и кофе. Диетический. Диетический, да. Без сахара, без снуака. Тарелку принесли гигантскую. Дай смотал кофе. Смотрите, насколько оно гигантское. Действительно, как будто это тарелка оливье на Новый год. Сейчас будем все вместе это есть. Салатик такой. Небольшая порция. Пахнет хорошо. Все, давай, вырубай. Мы решили сходить на фитнес. И тут целая долгая процедура. Тут такой прибор. Сейчас мы узнаем количество жира у меня в организме. Ты видишь, я тут это, оно уже снимает. Так, да. Готово? Да. Это количество жира. 15. 15,3. Будем знать. Раздевалка выглядит так. Я сейчас переоденусь и возьму с собой все. Потому что здесь нужны ключики за мной. И так, продолжается моя тренировка. И здесь есть один нюанс. После того, как время приближается к 20 минутам, тренажер сам по себе заставляет мне угол натлона повыше, чтобы мне было тяжелее, чтобы мой кардио длилось слишком долго. По крайней мере, это я заметила в этом фитнесе. Также я заметила, что люди за собой протирают тренажеры с алфетками. Это очень странно. У нас так не принято. Так, я сразу после зала. У меня произошло чупэ неприятное в зале. У меня украли пояс от платья. Мой розовый пояс. Сказалось бы, это по росту пояс. Розовый пояс, кусочек ткани. А его кто-то взял и украл. Просто беспредел. Итак, давайте я вам покажу небольшой рум-тур по квартире, в которую мы сейчас переехали. Она значительно более просторная, чем то, что было у нас студенческое до этого. Итак, здесь у нас кухня. Холодильник, в который я уже положила, переложила всю нашу еду. Там вино и всякие другие важные вещи. Итак, здесь вот такая вот плита. Широченные плиты. Широченные микроволновые печи. Все очень-очень большое, широкое. Итак, здесь, как всегда, посуда нужная, необходимая. Так, первая спальня. Так, первая ванная комната. И я сейчас как раз буду принимать душ, потому что я бежала после тренировки, абсолютно не приняла никакой душ. Итак, здесь вот так. Так, идем дальше. Проходим дальше, проходим, проходим, проходим дальше. Здесь такая комната, обеденная зона с небольшим круглым столиком на 4 персоны. Камин. На камине стоят ваза и красивые золотые подсвечники. Как всегда, плазма. Какие-то непонятные вазы. Так, далее. Идем дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас еще одна ванная комната. Не такая большая, не такая изящная. Но тоже ничего. Я заметила, что у них все время вот такие вот двойные ручки, поворотные, не вентили, а именно поворотные ручки отдельно на горячую, на холодную. Итак, здесь у нас вторая спальня. Вот. Так, что у нас в шкафу находится? А ничего. Что хочешь, то и вешай. Так что вот, наконец-то у нас не общага, а нормальное жилье. Открываем шторы и видим, что из окна виднеется просто какая-то панелька. И мы идем в ресторан Ямаширо. Он находится на возвышении и открывается прекрасная панорама на город. Вот мы встретились с друзьями и идем все вместе туда, потому что это одно из топовых мест для посещения и для ужина. Сегодня волшебный день. С 5 п.м. до 9 п.м. Работает рынок. Но на самом деле это просто какие-то китайские товары. Я не знаю, но мое впечатление. Все подряд. Мы решили зайти посмотреть перед рестораном. Ну вот здесь такое. Внутри ресторана находится такой сад. Мини-садик. С плавающими рыбками. Со статуэтками. И я иду как раз сейчас за столик для того, чтобы посидеть с друзьями Ильи. Потому что я никого не знаю. Дядь, приятно! Здравствуйте! Я с Одессы. Мы собрались в этом прекрасном городе для того, чтобы учиться, но не только. Бухать. В первую очередь, чтобы напомнить друг другу, что мы семья и что мы любим друг друга. А я осторожен с этим. Света больше не будет. Для меня и нахаж. Итак, у меня в саши на салате была орхидея. Ребята мне посоветовали ее съесть. Ну что, я обмакиваю ее в соус. Пошли сейчас с рыбой. Нормально! Что снимаете? Темноту? Нет, я только что съела цветок орхидеи. Это действительно вкусно! Ну, я пошел за косяком. Кошмар! Он хотел сначала бассейн прыгнуть, а сейчас пошел за косяком. Что у него в голове? Ну, вон он там выбирает. Красивый вид. Я, как всегда. На этом vlog мы заканчиваем. И до встречи! Пока! О, я сейчас заплачу. Мы последний день.